Друзья, рад вас видеть у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу с вами поделиться своими соображениями по поводу похудения. Я хочу рассказать вам легкий способ, как можно похудеть, не мучая себя какими-то непонятными диетами, ни какими таблетками, не изнуряя себя кардиотренировками, просто не издеваясь над своим организмом. Я расскажу по-настоящему действенный способ, как можно похудеть быстро. Как можно похудеть, особо не меняя привычек в питании. И этот способ 100% работает. Я напробовал его на себе. И в этом видео обо всем вы узнаете. Если вы перепробовали кучу диет, они не работают. И ты готов что-то менять, ты готов что-то наконец-то изменить свою комплексию тела. То есть ты готов все-таки этим заниматься. То есть этому нужно будет выделить время. Но поверь, это легко. И ничего сложного в этом нет. Погнали! Для начала я тебе должен рассказать сразу же правду. Многие, так называемые сейчас гуру, которые рассказывают о похудении, а потом люди мучаются и после такой диеты мало того, что они худеют, а еще больше веса набирают. Они не говорят вам правды. Очень часто такие люди, которые типа специалисты по похудению, они сами никогда не имели лишнего веса. И более того, они никогда не набирали вес. То есть очень важно понимать, чтобы человек, который рассказывает о этой методике, он все-таки попробовал на себе. Я никогда в жизни не весил много, не имел лишнего веса. Но я весил очень мало. Однажды я весил 67 килограмм. И это было буквально два года назад. Сейчас мой вес где-то 84-86 килограмм. То есть я набрал около 17 килограмм веса. Сейчас, чтобы весить 86 килограмм. То есть я четко понял, что нужно делать. И как побочный эффект получилось то, что я набрал вес. Если вы будете делать все наоборот, это 100% на вас работает. Те же самые законы физиологии сработают на вас. Я вам просто гарантирую. Это легкий способ. Так вот, если вам люди, которые приходят в тренажерный зал, например, тренер, да, я не тренер в зале, и, например, перед вами стоит девочка, которая никогда в жизни не весила больше 60 килограмм, и она всегда столько весила. Она просто с рождения чуть-чуть увеличивала вес, увеличивала, не чуть-чуть, а конкретно увеличивала вес. И вот она достигла своего веса, и все, она на нем остановилась, и она вас учит, понимаете. Она обладает теоретическими знаниями, она не пробовала это на практике. Вот если вы или сильно похудели однажды, или сильно набрали вес, значит, вы что-то уже поняли. Вот именно я задумался об этом, что я четко знаю способ, что нужно сделать, чтобы до речью набрать вес. Вот я был очень худым, всегда, всю жизнь, и высоким. То есть я 80... 185 сантиметров у меня было, и 67 килограмм роста. Понимаете, каким я был вообще? Сейчас это 86 килограмм, и меня устраивает. Я сейчас искусственно сдерживаю свои результаты, чтобы не набрать слишком много веса. Понимаете, это совершенно разные взгляды на физиологию. То есть я четко контролирую то, где я хочу сейчас находиться в своем весовой категории, да? Где я себя комфортно чувствую. Так вот, я вам в этом видосе я расскажу, как это работает на 100%, вы это узнаете. Сразу должен вам сказать, сделать этот видос за... Сделать такой видос за меньше, чем 30 минут у меня, наверное, не получится. То есть это тема довольно обширная. Это тема вообще отдельного канала YouTube. Но я попытаюсь впихнуть все 30 минут, и постараюсь максимально быстро вам все рассказать. Все по сути. Вы четко будете понимать, что нужно делать, чтобы похудеть. Я вам расскажу о методике, о методике Алана Карра. И в конце я поделюсь своими взглядами на эту методику и поделюсь своими секретиками, которые я знаю. Таким образом вы получите и мой взгляд на это, и узнаете об этой новой методике. Почему об этой методике я вам хочу рассказать? Потому что я через себя ее пропустил. Я с ней столкнулся по жизни раньше, не понимая до конца, как это работает. Но когда я продумал, как и что, я действительно понял, как это работает. Вот. Кто такой Алан Карр? Для начала вы должны понимать, что все, что я вам скажу, вы должны воспринимать это так, что я могу где-то ошибаться, я могу не совсем быть правым. То есть вам нужно всю информацию, скажем так, если вы захотите, просто начать свои собственные исследования. И потом во всем этом убедиться и перепроверить это на себе. Не верьте никогда ничему, что вам говорят. Потому что есть очень много блогеров, которые плохо разбираются в вопросе, которые недостаточно уделяют этому времени. Нужно часами разбираться в каждой теме. Просто нужно копать много ресурсов, и тогда вы доберетесь до сути. Иногда людям лень этим заниматься, и они дают советы, не разобравшись очень глубоко в этом, понимаете? То есть не разобравшись досконально. Так вот, кто такой Алан Карр? Это, в прошлом, это бухгалтер, да, бухгалтер, который придумал методику легкий способ похудеть. Так и называется, легкий способ похудеть. Но изначально он прославился способом, легким способом, как бросить курить. Он очень долгое время курил, и он разработал методику, с помощью которой люди реально начали бросать курить. То есть он просто нашел подход к человеку, и нашел способ, как не сильно напрягаясь, все-таки понять причины курения и бросить курить. То есть эта книжка довольно рабочая, насколько я читал о ней отзывы. Я не пробовал, я не читал. Называется, легкий способ бросить курить Алана Карра. Этот мужик, на волне успеха, когда продалась эта книжка огромными тиражами по всему миру, он открыл сеть клиник, около 10 штук по Америке, которые помогают людям бросить курить. К сожалению, в самом 73 года умер от рака легких. Это было где-то лет 10 назад. То есть 30 лет он до того не курил, до того, как умер. 30 лет он уже не курил. Как он говорил, он все равно был счастливым человеком, и он понимал, что то курение все-таки привело его к этим болезням. Вот, его методика, она довольно интересная. По поводу похудения. Я когда с ней ознакомился, первая моя была реакция, возможно, ваша такая же будет в этом видео, мне совсем это не понравилось, этот способ. Мне не понравилось чуть-чуть навязывание вегетарианства, а я категорически против вегетарианства. Я просто на 100% был всегда уверен, что не нужно этого делать, так как человек, который на веганской диете сидит, на вегетарианской, он рискует недополучить нужных элементов. Я был в этом уверен на 100%. Так вот, в чем прелесть этой книги? И в чем ее просто невероятно огромный плюс? В том, что он постепенно, постепенно, в своей методике, он даёт тебе возможность зачастись сомневаться в своих убеждениях, которые у тебя сложились на протяжении жизни. Очень много нам навязано маркетологами, и привычки в питании, которые мы сейчас взяли к себе за истину, они настолько легко засели на мозгу, что мы в них просто верим, мы в них убеждены. И действительно, отказаться от своих привычек в питании сложно, вообще в своих убеждениях сложно отказаться. То есть, если ты однажды уделил внимание к какому-то вопросу, вдруг ты не разобрался в этом достаточно хорошо и принял это убеждение за истину. Что происходит? Происходит, что это убеждение становится твоим собственным я, и ты в это веришь. То есть, ты в этом уверен, ты готовы спорить с людьми. И так и со мной было. Так же было и со мной. Но я хочу вам сказать, и я сразу же, чтобы вы не прекращали это видео, веганством я вас не буду сейчас заморачивать. Я веганом не стал после этой методики. Но кое-что поменялось. Что? Слушайте дальше, расскажу в этом видео. Знаете ближе к концу. Вот эти убеждения, которые сожились, которые нам маркетологами влили, что некоторые продукты мы обязаны употреблять в своем питании. Некоторые продукты питания, которые выгодны. То есть, если какому-то бизнесу выгодно продавать определенные продукты питания, как ты думаешь, они исчезли с полок супермаркета? Так, они исчезли с полок супермаркета или нет? Если это бизнес. Допустим, может ли, например, исчезнуть с полок супермаркета? Задумайся просто, исчезнет мясо или молоко. Вот как ты думаешь? Вот представь на секунду, что оно, допустим, не нужно вообще человеку. Вот просто, просто теоретически. Допустим, провели какая-то маленькая компания, узнала, что молоко вообще не нужно человеку. Что тогда? Ты думаешь, молоко исчезнет с полок? Вот просто честно сам собой ответь на этот вопрос. Я думаю, что молоко не исчезнет. То есть, у нас постоянно есть в обществе, вокруг нас есть все, скажем так, для выбора, да? Ну, некоторые вещи нам абсолютно не нужны вообще, абсолютно не нужны. Или если ты хочешь их употреблять, то ты должен знать, к чему оно реально приведет. Так вот, постепенно вот в этой книге оно встречает сопротивление, эта методика. Потому что он пытается эти убеждения тебе начать думать по-другому про них. И это работает, ребята. Постепенно-постепенно я разбираюсь в этой методике и начал понимать, что действительно так оно и есть. Так оно и есть. То есть, к чему я веду, чтобы это было не размыто? Например, давайте посмотрим на молоко. Вегетариатцы, я не знаю на самом деле, как вегетариатство вообще выглядит. Я так понимаю, они не едят все мясо, да, всю молочку и яйца там, да, то есть все животное. Все животные белки они не едят. Но, насколько я понимаю, я не уверен в этом плане, я не веган и не собираюсь им становиться. Сразу же говорю, не собираюсь. Сейчас объясню, почему не нужно быть веганом, но можно. То есть важно понимать отличия. Вы сейчас начнете лучше в этом вопросе разбираться. Так вот, молоко, молоко коровье, оно создано природой для того, чтобы выкармливать телят. Молоко, которое есть в коровье, нужно теленку, чтобы быстро расти. То есть, это жидкость, субстанция, в которой находится столько питательных веществ и такой гормональный состав, ведь в молоке содержатся гормоны. Не забывайте, самое важное, что в молоке содержится инсулиноподобный фактор роста. Инсулиноподобный фактор роста. Один. Он так и называется. Вы можете сделать на него даже пойти анализ. В любую лабораторию я так и сделал. Я в каком-то из видео об этом расскажу, скорее всего, и покажу даже этот анализ. Сейчас я в двух словах о нем просто расскажу. Если вы будете пить много молока, у вас этот гормон повысится в крови. И этот фактор роста будет привести, приведет к тому, что вы будете расти. Потому что молоко, оно создано для того, чтобы теленок рос, чтобы превращался в взрослое животное. Вот скажите, почему мы не пьем человеческое молоко? Ведь оно более логично для нас вообще, в принципе. Ну вот, у меня жена, у меня ребенок ему год, да? Жена кормит ребенка молоком. Это человеческая субстанция, которая создана природой для человека. Так почему мы его не пьем? Почему мы покупаем коровье молоко, которое создано для телят? То есть вы должны понимать, что если вы употребляете молоко в своем рационе, стаканчик, два стаканчика, неважно, оно будет способствовать тому, что вы будете набирать вес. Из-за этого фактора роста. Когда я набирал массу, что я делал? Это будет полезно тем, кто хочет набрать массу. То есть вы из этого видео знаете, как и набрать, и как похудеть. Это работает в обе стороны. Когда я набирал массу, я выпивал пол литра молока в день. Вдумайтесь, пол литра. Иногда пол литра, иногда 700 грамм. Ну, в среднем где-то литр, допустим. Где-то 800 грамм. Вот так будет, пусть такая цифра. К чему это привело? Это привело к тому, что я реально набрал вес. Я набрал 17 килограмм. Ребята, 17 килограмм. Это непростой результат. Это натуральный результат. Я не использовал никакой дряни, никакой химии. Натуральные продукты. Вот, молоко. И когда я начал заморачиваться вопросом, а вообще можно ли пить столько молока? Что я узнал? Я полез на американские сайты, напоролся на американские исследования и узнал, что в Америке сильно занижены нормы инсулиноподобного фактора роста в крови. То есть, они там гораздо ниже, чем у нас. У нас же ты можешь иметь огромный уровень этого фактора роста в крови, и тебе лаборатория скажет, что это нормально. То есть, тебе скажут, что это нормальный уровень. Так, я пошел в лабораторию. После уже примерно, я не знаю, месяцев, наверное, 6-7 я сидел на молоке. То есть, достаточно долго. Я уже набрал больше 10 килограмм. Я вот задумался, почему что хорошо идет набор веса, да? И нормально я жирным не стал. Я набрал просто веса. Я вообще больше просто стал. Сильнее и больше. Я сдал анализ на инсулиноподобный фактор роста, чтобы проверить эту теорию. Вот, наверное, я какой-то исследователь по натуре. Не знаю, мне просто это интересно. И что выяснилось? Выяснилось, что у меня в крови огромное количество инсулиноподобного фактора роста. Это не доказывает, что это я получил только из молока. Но я думаю, что это именно из-за молока. То есть, это сейчас я не опровергаю вас полностью, что молочка, она такая плохая. Понимаете? Инсулиноподобный фактор роста может вырасти только из-за того, что, например, я просто хорошо питался в целом. Рацион был насыщен калориями из-за того, что я тренируюсь уже давно. Также я еще моржу, и моржевание тоже на это может повлиять. То есть, получается, что много факторов, которые могли его повысить. Но все же исследования говорят американские, что это именно из-за молока. Вы должны понимать, что вы можете вырасти на молоке, стать реально большим. И ходить будет невероятно сложно, если вы будете просто употреблять молочку. Да, это будет реально сложно, потому что вся ваша гормоналка будет вам говорить, что я хочу набирать вес. Конечно же, если у вас в крови, допустим, много гормона, насылиноподобного фактора роста, это не означает, что вы гарантированно будете набирать вес. Общая калорийность пищи должна быть такой, чтобы вы начали набирать этот вес. И, если, скажем так, вот эта положительная среда в организме, которая анаболическая, которая способствует набору веса, тогда, когда у вас в крови повышен насылиноподобный фактор роста, все калории будут направляться на то, чтобы вы начнете расти. То есть, это должно работать вместе еще и с калориями. Но, повторяюсь, это гораздо легче сделать организму набрать вес, когда вы употребляете такие продукты, именно молочку. Так вот, когда я посмотрел на свои анализы, я сравнил их с американскими нормами, сколько нужно реально, сколько реально должно быть его в крови. И у меня выше нормы. У меня этого фактора, сильноподобного, было выше нормы в крови. И мне это открыло глаза на молочку. Позднее, когда я узнакомился с этой методикой, все стало вообще на свои места. Смотрите, в чем прикол. Да, ты можешь так набрать вес, но, если у тебя этого фактора роста очень много в крови, то это еще может поспособствовать тому, что ты будешь набирать не просто вес, а ты можешь, скажем так, в такой среде растут хорошо опухолевые клетки. То есть, может вырасти какая-то дрянь в организме, которая до этого не могла бы расти. То есть, у нас создает условия для роста не только хорошего, но и плохого. Может вырасти реально какая-то бяка в организме. И это не прикольно. Это не модно, ребята. То есть, вы должны это тоже учитывать. Так, по поводу молочки я рассказал. А если вы хотите похудеть, молочки нужно по минимуму. А лучше молочку вообще убрать. Смотрите, ребята, у меня сейчас уже больше 30 лет. И я остаюсь в нормальной форме. Несмотря на то, что я тренируюсь, довольно много питаюсь, я все равно остаюсь в нормальной форме. То есть, то, что мне позволяет находиться в нормальной форме, вы можете подумать, что ты никогда не имел лишнего веса, каким образом ты вообще можешь нас научить, как сбрасывать. Ребята, я питаюсь так, что я еще ни разу не был в жизни жирным. Никогда. Ни разу в жизни. И это все результат того, что я просто знаю эту тему хорошо. Я уже давно построил свое питание так, что оно мне не дает шансов даже стать жирным. То есть, просто из-за того, что я определенным образом питаюсь, я по сути всю жизнь свою худею. Из-за этого я ни разу и не был полным. Хотя мне уже больше 30 лет. Мои одногодки уже давно понабирали лишний вес. Понимаете, что я вам говорю? Да, конечно. Можно говорить о том, что у меня высокая скорость метаболизма и просто мой организм не способен набирать лишний вес. Это правда отчасти. Действительно, скорее всего, мой организм наберет не жир, а скорее всего, это пойдет в мышечную массу. Вес набора. В этом есть все правды. Но, поверьте, высокий метаболизм может так же само позволить вам набрать очень быстрый жир. Все потому, что это все будет быстрее протекать, наоборот, из-за быстрых обменных процессов в организме. То есть, я могу как быстро похудеть, так и быстро набрать. Вопрос только о том, что мне нужно съедать гораздо больше, чем, допустим, вам, калорий. Поэтому не обращайте внимания, что у меня нет лишнего веса и что у меня его никогда не было, и я не худел. Но у меня есть хороший опыт набора массы. Теперь погнали дальше. О чем говорит еще Аллен Карп? Он говорит о мясе. Смотрите, основной аргумент, который он говорит по поводу мяса, что в мясе содержится... Ну, во-первых, понятно, что там не очень хорошо бывает выращивают скот, да, то есть, там, антибиотики, это отдельная тема, что если вы употребляете очень много мяса, в котором есть антибиотики, реально, то есть, в современном обществе такая проблема, что если вы вдруг попадаете в клинику, и вам срочно нужны антибиотики влить в больших количествах, допустим, вы реально боретесь за жизнь, есть большая вероятность, что вы не будете чувствовать антибиотики, которые вам будут врачи вливать. Это реально проблема существует. Вот современные люди, они перестают чувствовать антибиотики. И это результат, я уверен, того, что у нас в пище много антибиотиков. Это может быть и в воде, и в пище. Ну почти везде, понимаете То есть, если у вас много антибиотиков в пище То вы перестаете его чувствовать А новые антибиотики появляются очень редко Вот и получается отсюда, что получая их с пищей Вы просто притупляете собственное ощущение к антибиотикам И когда врачи будут пытаться сделать вам пробу на очищительность к антибиотикам Окажется, что вы почти на все не реагируете И это очень плохо Это может привести к летальным исходам На самом деле, ребята, это очень сложный вопрос И думайте об этом, думайте, пожалуйста Так вот, по поводу мяса он говорит Что человеческий кишечник, вообще, что человек не хищник То есть, вот просто, смотрите, не сопротивляйтесь Просто попробуйте послушать и потом сложите свое мнение Задумайтесь, у нас нету, допустим, даже зубов таких, как у хищников Наши зубы, они не острые, как у собаки Например, как у тигра, как у крокодила, как у пираньи То есть, у нас зубы, они не заостренные У нас они даже не приспособлены для того, чтобы мясо нормально пережевывать Очень часто, заметьте, вспомните, как вы жевете мясо Очень часто вы проглотаете, просто уже задолбался жевать этот кусок Да, там, вдруг, там, Коля сделал шашлык Который, блин, ты прожевать не можешь И ты этот шашлык просто глотаешь чуть ли не пережеванным Вот именно в этом случае, по моему мнению Такой кусок мяса может действительно нормально не перевариться Вы знаете, что длина человеческого кишечника гораздо длиннее, чем у животных, чем у хищников То есть, из-за того, что он слишком длинный кишечник В принципе, он типа, как говорят вегетарианцы Как сказал этот Аллен Карл, что оно не успевает перевариться Оно не может перевариться Из-за такого длинного кишечника оно выходит как бы непереваренным И начинает загнивать кишечники Вот такая вот теория Сразу же скажу от себя, что есть другое мнение Которое говорит, что у нас кишечник гораздо сложнее, чем вы думаете И когда в кишечник попадают продукты, которым нужно перевариться быстрее или дольше Организм сам решает, сколько времени еда будет проводить кишечники Я сторонник больше этой теории Но, то есть, мясо пройдет столько, сколько нужно проведет времени кишечнике И то, что оно переварится только на 25%, как говорят веганы То, скорее всего, это не так Скорее всего, все-таки оно нормально переварится Но, если ты реально плохо переживал мясо Если ты, допустим, ешь мясо летом, очень много То из-за высоких температур оно действительно может начать, скажем так, начать бродить в вашем организме И вот эти кусочки непереваренного мяса могут просто действительно не успеть перевариться А желудку и кишечнику нужно будет избавиться от этого мяса То есть, в этом есть смысл И смотрите еще Как себя ведут хищники в природе? Хищники в природе, они обычно поедят мясо, допустим, раз за несколько дней И потом Блин, что это было? И потом они могут просто валяться несколько дней после этого Как бы типа переваривая мясо То есть, и у них более короткий кишечник И это все более проходит эффективно, переваривание мяса То есть, основная идея, что хищник, он после того, как съел это мясо, он вообще делать ничего не хочет Он съел мясо, и он просто лежит, его переваривает это мясо Потому что в основном они тоже водятся в местах, где жарко И из-за этого им нужно время, чтобы переварить это мясо И делать ничего не хочется Энергии на что не остается больше Если подумать, если подумать, то реально это так и есть Подумайте, ребята То есть, вот это утверждение, что человек это не хищник А человек это все-таки травоядное То есть, мы должны питаться растительной пищей Вот такая вот идея этого Алана Кара Что мы не хищники И когда мы едим мясо, то это способствует тоже набору веса Он привел довольно очень весомый аргумент Ну, реально очень весомый Который заставил меня все-таки задуматься и перепроверить эту информацию Он мне привел пример методики из мира животных Например, как питается горилла Вы когда-нибудь задумывались о том, как питается горилла? Что она ест? Как она ведется в природе? Какой она образ жизни вообще? Сколько она весит? Вот я всего этого тоже не знал как-то Ну, я всегда думал, что горилла, наверное, она жрет кучу мяса Она же большая, она сильная Когда я начал заниматься исследованием этого вопроса Оказалось, что горилла не ест вообще мясо Горилла вообще не ест мясо Только траву, только растения, только цветы, только фрукты Не цветы, а фрукты, растения, то есть растительную пищу И горилла, вы видели, каких она размеров То есть он привел такой аргумент, что горилле не нужно мясо абсолютно, чтобы быть здоровой И это так Я проверил эту информацию Действительно, горилла не ест мясо, абсолютно не ест мясо Но давайте посмотрим на шимпанзе То есть в чем смысл? Эти животные на 98% на нас похожи генетически А если оно на нас похоже на 98% То, блин, это почти то же самое То есть 2% это просто внешние вот эти отличия Мы же не похожи на горилл внешний Но внутри мы похожи на 98% Это означает, что почти все, что работает на них Скорее всего, так же самое все работает на нас Более того, если тестировать на них препараты какие-нибудь Или медицинские там штуки Скорее всего, так же самое будет работать на нас И это заставляет задуматься, ребята Просто сами еще раз подумайте об этом Попробуйте тоже пройти тот же путь, что и я И посмотрите, как они питаются Но Смотрите, шимпанзе, например, тоже наш ближайший родственник К слову, человекоподобно обезьяна, так же само питается Практически она не ест мясо В гориллах вообще не ест мясо Но, например, шимпанзе Шимпанзе Ест очень мало мяса То есть это может быть где-то примерно 10% рациона Может 15% рациона Но есть важный нюанс Шимпанзе начинает есть много мяса, когда У них брачный сезон То есть самоприрода им подсказывает Что нужно в этот период есть больше мяса И это уже первый звоночек о том, что нужно подумать Так, значит, мясо все-таки нужно Значит, мясо все-таки иногда нужно И да, действительно, мясо иногда нужно Только его нужно научиться готовить нормально Вы должны готовить мясо так, чтобы оно было сочным Чтобы оно всех сохраняло в себе соки внутри Чтобы вы не жевали его как резину, как сапог Вот такой резиновый кусок, скорее всего, действительно будет приводить к проблемам К проблемам с весом и ожирением Но если вы будете его нормально готовить Научитесь его нормально готовить Узнаете, что такое медленная готовка Просто одно из моих хобби я готовлю Узнаете, что такое медленная готовка мяса и как это делать Поверьте, вы никогда такого вкусного мяса не ели Как если вы приготовите с помощью медленной готовки И я уверен, что такое мясо хорошо усваивается Не ешьте просто слишком много мяса за раз Ешьте примерно 100 грамм кусочек Максимум 150 Лучше 100 граммовые кусочки мяса есть вообще за раз За один прием пищи Потому что в кишечнике оно реально проводит от 3 до 4 часов А если это свинина, то даже 6 часов в кишечнике проводит Это реально много Задумайтесь, если вы, допустим, уже идете кушать через 3 часа Оно у вас еще там находится, в кишечнике То есть вы уже в новую порцию даете И, скорее всего, оно недопереваренным выйдет Поэтому это нужно учитывать в своей диете Вот, шимпанзе, оно все-таки... Шимпанзе все-таки начинает хавать мясо, когда у них брачный сезон И все понятно, потому что в мясе содержится большое количество цинка И вообще это способствует хорошей работе репродуктивной системы Для мужиков, для женщин Ну, в основном для мужиков, конечно, но и для женщин это тоже работает Просто питательные вещества, которые содержатся в мясе, они нужны для этого Но если заморочиться лучше и сильнее, то оно не уникально Мясо не уникально Можно заменить все, что вы получаете с мяса с другими продуктами Вопрос только в том, что если вы хотите так заменить, вам нужно начать разбираться очень хорошо в питании Вы должны знать про микроэлементы и про макроэлементы гораздо больше То есть нельзя просто взять и избавиться от мяса Вы должны знать, чем четко это вы будете заменять И когда я это понял, когда я это понял, очень много, ребята, изменилось То есть мы можем получать все, что нам нужно Все аминокислоты, как я всегда считал, что незаменимые аминокислоты только в животном белке, только в мясе, нет Когда я изучил этот вопрос, оказалось, что весь аминокислотный состав, все незаменимые аминокислоты мы можем получить из лаков Из бобов, из гороха, из нута, из чечевицы, из зелени, много в зелени находится Это гречи, это рис, нешлифованный рис, это овсянка, это картофель Во всем почти этом содержится полный аминокислотный состав И все это чувство, что говорят, что там нет аминокислот, нужных для организма Там все есть Есть просто мнение, что из лаков мы не можем принять так хорошо белок, как из мяса Есть такие исследования, на данный момент нужно остановиться на них, потому что других исследований я не нашел, которые подтверждают, что растительный белок мы усваиваем так же хорошо То есть примерно говорится, что где-то на 55% мы можем усвоить этот растительный белок Я слабо в это верю Ну, во-первых, даже если это так, хорошо, примем взгляд из-за истины Но, как мне кажется, углеводы мы с кашей, с гречей, с рисом мы углеводы усваиваем полностью Жиры усваиваем полностью, но почему-то белки не полностью Вот как-то нелогично, почему все полностью, кроме белков? Как будто кому-то выгодно заставить нас верить в то, что в злаках какой-то неполноценный белок Белок распадается в организме на аминокислоты Их всего 20, аминокислоты, из них незаменимых 8, ну считается 10, но вообще 8 Потому что некоторые все-таки могут организмом производиться И с помощью кишечной бактерии некоторые все-таки делаются Так что получается Получается, что в злаках содержится весь аминокислотный состав И даже если принять за истину, что мы усвоим только 55% Если вы достаточно питаетесь, если вы достаточно часто едите злаковую пищу То вы получите гораздо больше, чем вам нужно аминокислот вообще для жизни Есть такое мнение, что вообще столько белка не нужно организму, как нам навязывают Особенно навязывают качкам Что нужно 3 грамма на белка на килограмм веса И это только 2-3 грамма на килограмм веса, это только жирных белков Мой личный опыт показывает, моя практика Я не использовал никаких протеиновых добавок, когда я тренировался И сейчас не использую Просто несколько раз, но оно мне не дало конкретного результата Я сразу скромного количества белка добился результата Я хочу сказать, что мое мнение, что аминокислоты, которые содержатся в злаках Они полноценны и они способны обеспечить во всем, что нужно Особенно с бобовых, то, что я вам сказал Просто нужно научиться их правильно использовать в пище Вот и все Давайте вернемся к гориллам То есть горилла, допустим, она не ест мясо Но, а лункар, наверное, просто не качок И в тренажерку, наверное, он особо не ходил Хотя он говорил, что там что-то тренировался немного, следил за фигурой Я думаю, не на таком уровне, чтобы, например, задуматься о гормонах Почему подростки такие сильные? Почему мужики сильнее, чем женщины? Все просто, потому что у нас повышенный гормон тесостерон криви Это количество этого гормона гораздо больше, чем у женщин и девушек И у подростков его тоже очень много, когда он развивается Это все приводит к тому, что мы сильные Вот этот гормон, некоторые качки используют его искусственно, чтобы начать расти Если его в крови очень много или выше нормы То это способствует вообще наборам мышечной массы И более того, сухой мышечной массы, здоровой мышечной массы Если вы видите накачанного парня, если он натурально накачался То у него просто хороший уровень гормона тестостерона в крови Он его повысил или тренировками, или это просто природа такой От папы передалось такой уровень Про это ничего Алан Карл в своей методике не сказал То есть горилла, да, она не хавает мясо Она ест только растения И она очень большая, сильная Горилла очень сильная Вы видели мышцы, какие у гориллы? Это просто, блин, я не знаю Это просто огромная мышечная масса Они весят очень много Они весят больше 200 кг, по-моему, если я не ошибаюсь, гориллы То есть это очень большое животное Но он мне рассказал о том, что у гориллы Чуть ли не в 8 раз выше уровень тестостерона, чем у человека И это очень важно для понимания Почему же она все-таки может позволить себе не есть мясо Хотя миф, что мясо повышает тестостерон, тоже на самом деле Это, вернее, это правда Но это не единственный способ повышать тестостерон Не только мясо Если ты уберешь мясо, то тестостерон может быть остаться в норме Если ты будешь делать правильно другие вещи Об этом я сейчас рассказывать не буду Это затянется очень сильно видео Так вот, горилла Она имеет очень природный, высокий уровень тестостерона Именно поэтому она большая и сильная Именно это влияет И ей хватает всех питательных веществ растений, чтобы быть большой Человека так не получится Это первая причина Быть настолько сильным Вторая причина Вы не сможете съесть столько растительной пищи, сколько съедает горилла Ну просто сами подумайте Просто сами подумайте Горилла питается 80% своего времени Она находится в дикой природе И горилла в это время поглощает Невероятное количество этих фруктов, этих растений Вот эта растительная пища Скажите, а можете ли вы 80% своей жизни посвятить тому, чтобы вы будете питаться постоянно? То есть вы или должны на работе постоянно будете есть что-то То есть у вас должна быть тона еды, серьезно Вы должны будете съедать такое количество этих растений, овощей, фруктов, злаков Которое должно будет вас обеспечить необходимым То есть количество овощей, которые вы должны быть употреблять и фруктов должно быть очень большим И в принципе, ну это можно заменить злаками Так как горилла не ест гречку и не ест рис То есть если вы будете просто употреблять в нужном количестве злаковые, бобовые То в принципе, все реально К чему я вам все клоню? Чтобы дать какой-то больше вам конкретики Я не призываю вас стать вегетарианцами Ну вот я, например, просто люблю поесть мясо Я просто люблю хорошее вкусное мясо Я не собираюсь от него отказываться Я люблю съесть бургер, какой-то очень вкусный бургер Я просто хочу, чтобы вы начали относиться более спокойно к белковой пище И понимали, что не нужно так много есть мяса Нужно просто ограничить количество молочки в своем рационе Ограничить количество мяса в своем рационе Не есть так много мяса Белки можно заменять Белки можно получать с других источников пищи Например, вы можете использовать для этого бобовые Как я вам сказал, вы можете использовать для этого орешки Вы можете использовать для этого арахис И тем самым будете набирать свой нужный уровень белков Еще я хочу вам рассказать о твороге С помощью творога, если вы будете есть его жирный творог То вы реально можете набирать лишний вес Потому что сложно, если вы на творожке Просто я, насколько понимаю, многие, кто худеет, хотят на творожке худеть На жирном творожке вам будет сложно худеть Потому что он реально способствует, особенно перед сном Он, наоборот, способствует тому, что вы будете набирать вес Но я вас не призываю отказаться от творожка Это очень крутая штука И творог можете использовать, но использовать его нужно не жирный Старайтесь просто минимально жирный брать творог И на нем вы отлично будете худеть Просто что вы должны учитывать? Основная идея, которую я хочу до вас донести Что в целом вам не нужно так сильно заморачиваться своим питанием Вы должны понять основные вещи Это я там от себя уже вам добавлю Вы должны понимать основные вещи Что общая калорийность вашего питания должна быть ниже, чем вам нужно для жизни То есть ниже, чем организму нужно для существования Если вы считаете, что нужно не заморачиваться подсчетом калорий Вы ошибаетесь Вы именно тут и попадетесь Вам нужно сесть, посчитать, сколько вы употребляете калорий Потом, вы примерно должны понимать, сколько вы калорий тратите в день Я хочу сказать, примерно вы должны Возьмите за основу расчета Где-то 30 калорий на килограмм веса Нужно, чтобы начать худеть То есть вы таким образом рассчитаете свою калорийность И потом вы должны будете ее потом корректировать Меньше, больше от желаемых результатов И то, что вы видите в зеркале Если вы сейчас имеете лишний вес Я советую вам не набирать в тренажерном зале массу А сначала настроить свою калорийность так, чтобы вы начали худеть То есть вы должны реально терять где-то по пол Может быть по килограмму 500 грамм где-то килограмм веса в неделю Не более 5 килограмм в месяц Не более 3-5 килограмм в месяц Не спешите Не нужно так сильно быстро сбрасывать вес Сдаю вам конкретные рекомендации И когда вы настроите свою калорийность питания так Чтобы у вас был профицит То есть чтобы у вас калорий поступал из пищи чуть-чуть меньше, чем вы тратите Тогда вы гарантированно будете худеть Это физиология Верьте, никакие диеты Вообще ни во что, что вам говорят Что только определенная диета даст результат Ребята, диета это все временное В вашем же случае нужно, чтобы это стало частью вашего образа жизни, частью вас Вы потом даже не будете замечать Вы просто измените свой комплекс Вы станете абсолютно другой конституцией тела Оно все меняется И все, что вам нужно Просто поверить в идею, что Если вы снизите калорийность питания Если вы будете тратить энергии больше, чем получать Вы начнете худеть Вот когда вы вернетесь к нормальному весу То есть когда вы снизите примерно процент жира в теле до Ну процентов хотя бы 15 15-10% То это приведет к тому Что вы будете в зеркале выглядеть так, как вы хотите Примерно 10-15% уровень жира Ниже не нужно Для женщин, для мужчин И где-то процентов 20 телесного жира нужно для женщин То есть не нужно стремиться вообще быть каким-то там скелетом И вообще не иметь жира в организме Вы должны понимать, что жир в организме нужен для гормональной системы нормальной Чтобы все нормально работало Без жира очень многие системы начинают работать неправильно Вот минимальный вот этот необходимый процент Для мужчин это примерно 10-15 Для женщин это 20-25% иногда Телесного жира Это все можно измерить После того, как вы вернетесь в норму Когда вы станете весить так, как вам нужно Когда уровень телесного жира снизится После этого вам нужно начать набирать вес Только набирать вес уже в виде мышечной массы в тренажерном зале Если вы хотите тренироваться и перевести себя в порядок еще Потому что очень часто после похудения человек выглядит не очень То есть комплекция такая становится мало привлекательная И поэтому вы должны еще понимать, как правильно худеть Когда вы будете худеть, я вам рекомендую Помимо калорий употреблять еще нормальное количество белков Просто черпайте его не из мяса, не из молока, не из молочки Белки набирайте с помощью тех продуктов, которых я вам сказал Бобовые, злаковые И орешки Вот с помощью этого вы набираете свой белковый состав Вы примерно должны понимать, что это может быть даже поровну Рассчитайте примерно грамм белка на килограмм веса Грамм белка на килограмм веса и 30 калорий на килограмм веса Возьмите за основу примерно Это столько вам нужно потреблять, чтобы начать худеть По поводу набора там другие рекомендации, я сейчас не буду о них рассказывать И от этой цифры вы отталкиваетесь Когда вы нормально возвращаетесь в нормальную форму Вы увеличиваете количество калорий И постепенно понижаете количество белка Таким самым образом вы начинаете набирать вес правильно Набираете вес мышечную массу, а не жиром То есть если у вас изначально низкий уровень жира Ваши обменные реакции так будут идти в организме, что вы будете набирать мышечную массу, а не жир Но если вы начнете набирать мышцы сразу же, будучи жирным Как вам говорят, им перепалить жир в мышцы Нет, ребята, сначала нужно привести себя в форму Сначала нужно похудеть, избавиться от лишнего жира И потом набирать мышечную массу Но чтобы сохранить эту мышцу, которая у вас и так там есть все-таки под жиром Ребята, честно, она там есть То вам нужно, когда будете худеть, не сильно менять свой образ питания Вы должны сохранить и белковую пищу, вы должны сохранить и калории в своем рационе То есть калории, просто общую калорийность, общее количество энергии Вы должны будете получать меньше, чем вам нужно Но это все сюда будут входить и белки, и жиры, и углеводы По поводу жиров, я рекомендую остановиться где-то на 30-60 грамм жиров в день Если вы сейчас слишком большим лишним весом, то где-то 30 грамм в день жиров 30 грамм в день растительных жиров Растительных жиров, я советую их брать из льняного и оливкового масла Можно рыбий жир, например, еще как вариант То есть вы просто можете, например, пару столовых ложек в день выпивать оливкового масла Или ложку оливкового масла, ложку льняного масла Таким образом жир обязательно нужен присутствовать в вашем организме То есть не надо себя мучить какими-то непонятными диетами Вы должны употреблять полноценно все Исследования, которые говорят последние об этом всем Американские говорят, что это работает И это точно работает, и я проверял это на себе То есть не мучайте себя диетами В самом деле все гораздо проще Если вы хотите набрать вес, вы увеличите калорий больше в своем рационе Если вы хотите похудеть, вы их уменьшаете Все Единственный, это единственный способ, который реально работает И который не нужно, не предполагает использовать никаких таблеток Никаких там кето-диет или еще что-то То есть это все временное Вы с этого сорветесь И найдите способ питания, который вам нравится Я вам еще больше скажу Вот сейчас на засыпку видео уже подходит к концу Потому что оно Походу я понял, что его нужно делать больше часа вообще Раз я затронул методику Алана Карре Я должен рассказать еще о его взглядах на продукты, которые он считает вредными То есть если продукты, как он говорит Если продукты изначально у вас вызвали отторжение То есть вы не захотели их пробовать Вернее, они вам показались невкусными Скорее всего эти продукты, он говорит, что они не должны вообще попадать в организме То есть, например, когда вы первый раз пробуете пиво Оно, скорее всего, горькое и невкусное И потом вы просто привыкаете Из-за того, что там наркотические вещества То же самое он говорил про кофе То есть кофе то же самое Это как наркотик, который вызывает привыкание Так же самое он говорил про шоколад Ну, не знаю, шоколад, по-моему, всем сначала нравится Так же самое он говорит про сигареты Что первый раз, когда вы пробуете сигареты Это, скорее всего, что-то невкусное И оно просто не нравится вам Но потом вы постепенно привыкаете к тому, что это наркотик То есть вот такие интересные взгляды, например Ну с сигаретами все понятно, да, я думаю с этим спорить уже не нужно Так же самое он говорит про алкоголь, про любой алкоголь Который изначально вам не нравится абсолютно Но потом вы почему-то начинаете его использовать в своей жизни То есть наркотические вещества, которые там есть, заставляют вас думать Что этот продукт нормальный, что его можно использовать Тоже пиво, например Что как будто бы вам хочется пива Так же самое он говорит про безалкогольное пиво которая вообще там нет алкоголя, но вы все равно пьете, хотя изначально вам не нравился вкус пива. Почему вы пьете безалкогольное пиво? То есть вот такие вот взгляды интересные, они имеют место жить, но согласны с этим или нет вы, вам принимать решение. Я с многим не согласен. По поводу кофе есть другие исследования, которые говорят, что это довольно полезный продукт, если вы принимаете в меру, что даже помогает бороться с определенными проблемами кишечника и желудка. И даже для зубов полезные бывают, понимаете? То есть есть совершенно противоположные исследования. Если это натуральный, хороший кофе, если это заварной кофе, то если в меру, то это может быть даже полезным для вашего организма. Поэтому можно спорить на эту тему долго. Но я рассказываю вам для более полноценного взгляда на его методику. Итак, если подводя итоги, я хочу вам просто сказать, что если вы вдруг решите... Я не знаю, чем закончится мой эксперимент по поводу мяса, что я отказался от мяса, да? Вряд ли я откажусь от него полностью. Но если вдруг вы по каким-то причинам решили, что вам мясо действительно не нужно, если вы проведете свои собственные исследования и вам... Вы придете к выводу, что мясо вам правда не нужно. То есть вы найдете на те же исследования, что я напоролся, и поймете, что если полноценный аминокислотный состав, все держится в другой пище, и что необязательно употреблять мясо в своем рационе. Но это все от вашего желания зависит. Я же рекомендую просто использовать минимальное количество мяса, и если хотите, иногда можно просто его убрать из рациона, например, летом, когда жарко. Я просто интуитивно чувствую, что мне летом много мяса не нужно. То есть если вы употребляете, например, рыбу, от рыбы я не отказался, рыба, она усваивается полчаса-час, мясо же 3-4 часа, свинина еще больше, она до 6 часов может усваиваться. То есть если вы вдруг решите кардинально отказаться от мяса, то вы должны понимать, что вы должны разобраться, чем все это можно заменить. И все это можно заменить другими продуктами растительными. Но вы должны в этом разобраться. Просто как пища для размышления, например, вы должны понять, откуда употреблять витамин В12, откуда брать железо, черпать. То есть те, кто вегетарианцы, которые этим увлекаются, они это все хорошо знают. И они знают, откуда это все нужно употребить. Потому что иногда, например, для беременных отказаться от мяса и не потреблять железо с других источников может быть просто реально очень опасно для плода. Также, кстати, по поводу беременных, иногда не просто беременные, они интуитивно чувствуют, как им нужно питаться. У меня, когда жена была в положении, она сама себе поменяла диету. Она ничего не читала, она просто поменяла диету по своим ощущениям. И к удивлению, она, например, убрала полностью яйца куриные. То есть уменьшила потребление мяса летом, хотя не убрала полностью. То есть на мясо я все равно тянула. Наверное, все-таки была потребность в мясе. Например, вы знаете, что у говяжьей печени содержится огромное количество железа, что нужно для нормального развития плода. То есть вы должны понимать, что нельзя просто брать вот так поверхностно, ознакомиться с информацией и отказаться, например, от мяса. Вы должны понимать, что чем вы это хотите заменить. А заменить это реально и возможно. И если никому, кто говорит, что без мяса невозможно жить. Возможно. Есть еще рыба. Рыба красных сортов, рыба, она просто очень полноценная по своему составу. Она может заменить вам вообще полностью мясо. Понимаете, просто красная рыба. Я родился на берегу моря, я хорошо знаю, о чем я говорю. Мы, бывало, мы на рыбе жили чуть ли не все время вообще. Просто не было денег на мясо. И мы пили, ели одну рыбу. И все было нормально. Я рос, развивался. То есть ни к чему не привело это к каким-то осложнениям. Как видите, вырос нормально, все высокий, все хорошо. Поэтому делайте выводы и больше узнавайте информацию о таких вопросах. Нужно понимать, откуда вы будете черпать эти элементы, микроэлементы, если вы откажетесь от мяса или от какой-то другой еды. Разберитесь, что в ней содержится, почему она нужна. И просто употребляйте это с других продуктов. Вот и все. Вот, видос подходит уже к концу. Я вам напоследок еще хочу рассказать такую штуку. И подведем итоги, да. Американские исследования были проведены. И я тоже так считаю, что если вы будете употреблять просто общую калорийность ниже, чем вам нужно употреблять для вашего организма, вы начнете неизбежно ходить. Это законы физиологии. Но очень интересно, что большого значения, большого значения не имеет какие-то калории. То есть, даже если вы будете, и проводились исследования, это подтвержденное, даже если вы будете питаться неправильно, были эксперименты, в котором человек просто питался с помощью чипсов, с помощью сладостей, с помощью кока-колы и фанты, то есть максимально вредной пищи, вот фастфудовской вредной пищи. Он с ней питался и он на ней похудел. Просто задумайтесь об этом, что я сейчас говорю. Он похудел на вредной пище. Это вообще в корне все разрушает, все то, о чем сейчас говорят диетологи. Понимаете? То есть, не имеет значения, какая калория. Это простой углевод или сложный углевод. Вопросы другие, что из-за такой диеты, если часто вы будете сидеть, скорее всего, приведет к другим проблемам в вашем организме. Но, по сути, для похудения не имеет значения, откуда вы берете эти калории. Просто вы должны понимать, что если вы съели тортика, то там уже очень много калорий. Вам нужно будет составить себе список, карту, в которой вы расписываете продукты и будете знать, сколько в них есть калорий. Когда вы это поймете, вы будете знать, сколько чего вы можете съесть. И это может быть и тортик. Просто, если вы съедите сегодня тортик, вы должны знать, что вы будете тогда тортик этот не сможете съесть завтра, например. То есть, вы считаете просто общую суточную норму калорий. Не нужно учитывать по-часовую какую-то, не знаю, там вести учет. Просто за сутки вы должны съедать калорий меньше. То есть, вы можете съесть легко утром тортик, а вечером, например, а до конца дня питаться только, например, одной гречкой. И это будет работать, потому что в целом уровень калорий будет ниже. Это будет работать, ребята, 100%. Хотите, уделите столько же времени, сколько я там вопросов уделил, но это вам понадобится не один час, поверьте, не один час. Это десятки часов, чтобы разобраться в этом все. И убедиться в этом. Не имеет значения, откуда взята калория. Калория – это просто закон термодинамики. Это энергия. В одной калории просто содержится определенное количество энергии, которое нужно вашему организму. И если он их получил очень легко и быстро, значит, ему уже не нужно быть других калорий. Пустые калории, там, говорят, еще как-то. Нет. Калория, он будет ее использовать. Если вы сидите, блин, если вы пьете литр фанта или колы, вы получите кучу калорий, организм их будет использовать в своих нуждах. То есть ему, по большому счету, по барабану вообще. Даже были исследования проведены, которые говорят, что не так сильно это влияет на, например, то, что люди начинают болеть диабетом. Что это гораздо более сложные факторы. Вот если вы, например, сейчас у вас много лишнего веса, то, скорее всего, если вы будете употреблять много простых углеводов, много реально, то да, это может привести к диабету второго типа приобретенного. Но если вы стройный, подтянутый, если вы ведете активный образ жизни, то вы можете позволить себе съесть и тортик, и съесть и чизбургер, и съесть, пойти в маке посидеть. Ребята, это то, о чем я вам говорил, то, что я вам обещал в самом начале этого видео. Не имеет это значения большого. Вы должны считать просто с умом. Составьте себе карту питания, распишите этом все, и вы будете понимать, чего вы сколько можете съесть. Да, я тоже не сильно люблю заниматься такими подсчетами. Но я сел, заморочился, написал для себя наоборот карту, и чтобы я знал, что мне нужно делать, чтобы я похудеть захотел. И у меня есть карта для набора веса, и также самая карта для поддержания веса. Так как я вам говорил, цифры 30 калорий на килограмм веса. Рассчитайте это. И где-то килограмм, и где-то грамм белка на килограмм веса. Возьмите за основу, и вы начнете худеть. Рассчитайте, сколько вам нужно. Еще лайфхак вам можете поискать в интернете калькуляторы. Поищите калькуляторы, которые рассчитывают, сколько нужно калорий для вашего возраста, для вашего пола, для вашего веса нынешнего. Потому что это тоже влияет. И я сейчас вам в видео не смогу рассказать, для всех какой-то универсальный совет дать по количеству калорий. Вы должны уже заморочиться и сами найти эту информацию. Найдите эти калькуляторы, посчитайте себе. Там же вы можете найти продукты, которые... Посмотреть, сколько они из чего содержатся. Сколько там калорий, сколько там белков, сколько там жиров. И составьте себе эту карту, чтобы вы... Просто возьмите под контроль это все. Возьмите этот вопрос под контроль, и вы тем самым возьмете вообще свою жизнь под контроль. Если вы будете нормально в этом разбираться. Вот, ребята. В принципе, основные вещи, что я вам хотел сказать, я сказал. Подведем итоги. Подведем итоги. Не обязательно быть веганом, чтобы худеть. Не обязательно. Я принял для себя решение, что я буду употреблять мясо. Но сейчас я провожу эксперимент, даже два. Во-первых, я сейчас отказался на месяц от мяса. Да, я решил рискнуть своими тяжело нарощенными мышцами, которые мне очень тяжело даются натурально. Но я рискнул, и месяц я не ем никакого мяса. То есть я не отказался от рыбы, я не отказался от яиц. И более того, я не отказался от молочки. Но я отказался от мяса полностью. Я хочу посмотреть, что будет. Просто мое собственное исследование. Мне это интересно. Может быть, и вам будет интересно. В июле я поделюсь результатами этого эксперимента. И мне... Я специально стараюсь поддерживать сейчас правильно водный баланс. Потому что сейчас лето. И чтобы я просто не похудел из-за воды, да, из-за потери воды. Я сохраняю этот баланс. И я хочу посмотреть на результат. Я с ним с вами поделюсь. Насколько там упали, например, мои силовые показатели тренажёнов в зале. Или не упали. Смог ли я спрогрессировать за этот месяц без мяса. Всё это я расскажу в следующем... В одном из следующих видео. Следите на моём канале. Это интересный эксперимент. Параллельно я провожу второй эксперимент. Я использую сейчас на себе креатин-гидрохлорид. Если вы на моём канале уже не первый раз, то вы знаете, что я планировал это сделать. То есть я сейчас месяц сижу на креатине-гидрохлориде. Который тоже не способствует набору веса. То есть эксперименты мои друг другу не мешают. И мне интересно, к чему это всё-таки приведёт. Какой будет результат. Также, ребятки, только что вспомнил ещё ключевые вещи. Если вы хотите быстро ещё поспособствовать тому, чтобы начать выглядеть лучше, попробуйте ещё. И обязательно нужно учитывать то, что вы употребляете, сколько вы употребляете воды. В вашем рационе должно быть примерно 30 грамм воды на килограмм веса. 30 грамм воды на килограмм веса. И это минимально необходимое количество воды. И это именно сырая вода. Хорошая сырая вода. Это не с чаей. Это не кофе. Это нормальная сырая вода. Пейте нужное количество воды. И вы должны контролировать количество пищи с натрием. Сейчас я вам сейчас скажу в секретики бодибилдеров, которые когда они используют на сушке. Вы должны как можно меньше есть еды, в которой содержится много натрия. Эта еда задерживает влагу в вашем организме. А калий, наоборот, выводит. Это натрий-калиевый баланс. То есть видео, поверьте, сложно вам сказать видео очень быстро. Не получается. Поэтому уже посмотрите. Вы сейчас экономите время на то, что вы не посмотрели 15 роликов, а посмотрели один и всё. И всё поняли. Так вот, пища, в которой много натрия, она задерживает воду в организме. И вы с этой пищей не будете терять вес так, как хотелось бы. То есть если у вас в организме много воды, вы всё равно, даже если вы сжигаете жир, за счёт этой воды вы всё равно будете выглядеть так, как вам бы не хотелось, допустим. Также нужно, конечно же, уменьшить количество соли в пище. Меньше солите пищу, это всё задерживает влагу в вашем организме. Меньше соли, меньше натрия. И вы уже, вот сейчас за месяц, даже летом, вы можете привести себя в порядок, более-менее, стать реально лучше выглядеть. Уменьшится отёчность, и не будет... Знаете, когда вот на теле даже бывает от одежды, снимаешь штаны, а там у тебя просто от штанов такая как вдавлена в коже, как будто бы полоса такая вдавленная. Это, если сильно не было реально перетянутой штаны, то это просто вот эта ваша жидкость, которая под кожей. Вот от неё качки умеют избавляться очень профессионально. В любые, которые профессиональные качки, которые занимаются этим, профессионально выступают, они знают, как вывести с организма натрий, как уменьшить количество подкожной воды, как уменьшить количество воды вообще в организме. То есть это тоже нужно использовать, если вы хотите реально похудеть и хорошо выглядеть при этом. Ребятки, это всё. Спасибо, что посмотрели мой видос. Подписывайтесь на канал. Ну, ставьте там лайки, да, если понравилось. Я всё-таки напрягся нормально, чтобы вам это всё рассказать. И ожидайте следующее видео, будет интересно, будет очень круто, будет очень много интересной полезной информации. Ребята, я сейчас постоянно узнаю новые вещи, которые хочется с вами поделиться. У меня просто, скажи так, у меня просто не хватает на это времени, потому что я работаю параллельно, да, у меня есть работа, и не так много времени, как хотелось бы уделять этому каналу. Но я буду делиться с вами, может, не так часто, но очень полезной информацией. Почему бы вам не подписаться и не последить за этим всеми обновлениями. Всё, берегите себя. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok